Доброго утречка! У меня на завтрак каша шапшоная. Вроде тут сварил бутерброды с икрой, вроде кофе. У меня чай мне надо налить лимончик. Ой, лимончик. Молоко, извините. Что-то у меня температура немножко. Я тут простамол себе положила. Пол таблеточки. Вот поэтому. Гриппую, гриппую. Короче, память вообще вышибает. Голова как чугун. Там еще каша доваривается. Всем еще раз доброго дня. Уже добрый вечер. Мы сейчас едем с работы Рудольфа. И мне пришли оповещения. Мне еще пришел трикотаж Ивановский. Кстати, посылочка ходила непонятно где с текетексом. Получилось так, что мне отправили, но сначала пошло, опять в Иваново вернулось. Потом она пошла в Москву. Это, знаете, вот какое-то бывает такое. Почта России называется. Потом она где-то по сортировкам ходила, ходила, ходила. И после этого оно наконец-то, наконец-то пришло в почтовое отделение, в котором мне нужно его забрать. Смотрите, мы едем по ЗСД. И вот впереди Фимский залив. Прям как будто бы оттуда съедешь, такое ощущение. Красотища. Жалко, солнышка нет? Такая красота. И вот там впереди мост. Сейчас я, наверное, подробнее покажу, когда мы подъедем. Перед нами так. Мост едем. Такая конструкция. Прям шум. Это мы на Петроградской стороне. Мы едем в ресторанчик. Я забыла, как он называется. Поднимаемся на лифте. Очень красиво выглядит Нева. Смотрите, какая красота. Я вам машу. Это Руди. Это уже вечер, как видите. Дела у нас закончились. Решили мы поужинать за этим. И вот такое вот место красивое. Что-то там висит. Столики, которые с видом в небо, они были заняты. Нам дали такой диванчик, предложили. В общем-то, мы согласились. Это я вам машу. Ну, еще раз показываю обстановку. Все очень красиво. На крыше домов, видите. Очень много новостроек. Очень много кранов стоит строительных. И большое строительство идет на Петроградке. А, это уже не Петроградка. Это другая часть, да? Да, через Неву. Но вот здесь Невы не видно, к сожалению. Так, принесли мне, я, по-моему, карбонар заказывала. Или что-то такое. Ну, в общем, какую-то пасту. Вроде тоже какая-то паста. В общем, какой-то такой ресторанчик. Было именно пиццы и пасты, в принципе. Ну, и все. Мы поужинали, и мы едем обратно. Вот уже темно, да. Опять показывала вам такая красотища. Это все опять машу. Все, спускаемся на лифте. Ну, лифт потрясающий. Снаружи все очень красиво смотрится. Так миленько, красиво. Питер, конечно, ночью очень красиво подсвечивается. Все так очаровательно. Питер очень красивый город. Так, мы тут обсуждаем, как можно огородить чего вот эту... Вот у нас вот... Беседку. Беседку, да. Вот такими вот ящичками, туями и цветочками. Как они называются, забыла? Они же у нас везде во дворе. Ту-у-у-у-у. Ну, вот те розовые цветочки, как называются. Питунии? Питунии, да. Очень красивый вечером город. Здесь подсвечивается. С ресторана вот сюда спуск, но не видно было, потому что мы сидели по центру. Все столики зарезервированы. Мы без резерва пришли покушать, поэтому набережную не было видно. И не было видно... Машинка проедет. И не было видно вот этого вот моста, всей этой красоты. Так. Вот здесь магазин имбийца, да, и вот там вот. Где-то там, в общем, за углом мы были в ресторане. Так, Руди выезжает. Всем доброго утречка. У меня на завтрак какие-то... Руди, что это такое? Морковные сырники. Морковные сырники. Это ананасовый какой-то джем. Это брусничный, да? Да. Со сметанкой у Руди. А что у тебя? Тоже что-то морковное? Ты говорила, да? Морковный пирог. Морковный пирог на завтрак. И у нас бутерброды с рыбкой. У меня, как обычно, чай с молоком. Еще у меня таблетки. У меня парацетамол. У меня температура все держится 37. Как-то непонятное. Вот. Водя говорит, горло побаливает. Все. В общем, всем приятного аппетита и, главное, здоровья. Погода у нас, ну, пасмурно на улице. Вот цветочки савели, а мы выходим. Вот. Вот. Какая погода. Вот и наши пышечки погрела я. И вот такой вот брусничный джем. Ммм, вкусняшечка. Всем доброе утречко. Погода сегодня вообще как-то отличная. Хоть и пасмурно, но тепло на улице. През 19. Так, у нас будет каша. Где-то нам каша сварила. Хамон. Сыр. Чай. Чай мой, чай, кофе. И еще у нас есть пышки, кстати. Да, надо их принести будет. Это у нас пышечка. Короче, всем приятного аппетита. Мы-то просто решили на улице покушать. Собираем завтрак. И отличного настроения. Так, это меня Руди завез в лето. И я зашла в Юникло. Посмотреть. Вот у него красная такая куртка. Он говорит, посмотри себе такие же куртки. Вот я смотрю синюю с капюшоном и красную. Синюю Мирию. Взяла L-ку размер. Что-то как-то я в ней утонула. Ну и капюшончик мне тоже что-то не зашел. Ну и цены, конечно, там довольно дорогие. Он говорит, что он куртку покупал вот такую за 3 тысячи год назад. Сейчас они стоят 5 уже. А с капюшоном 6. Вот я пытаюсь померить размер. Вот это М-ка на мне. И потом, по-моему, я L-ку брала или S-ка М-ка. Что-то я не помню. В общем, как-то мне она по материалу показалась более тонкой. Какая-то хуже, чем у Рудольфа. Что-то как-то вот мне, думаю, за такую цену за 5 можно что-то посимпатичнее найти. Там какие-то вот лямочки, которых у него нет. В общем, я так и не поняла, нравится мне этот пуховичок или нет. Вот так вот мешок убирается. И получается маленький, компактненький. Ну, как вы обратите внимание, кстати, у меня много утра разных. Поэтому это я просто сегодня вам видео снимаю. Такую сборную солянку. Все то, что не вошло в кадр. И каждый день. Так, вот я тут ходила дальше, снимала. Хотела взять себе толстовку с капюшончиком. Но была только такого цвета. Вот смотрите. Ну, как-то мне не понравилось. Слишком коротко, а в рукавах это S-ка была. Да, какая-то такая. Ну, не очень. Не зашло. Это я зашла в Декатлон. Вот такие рюкзачки миленькие. Они 249 рублей стоят везде там музыка. Видите, поэтому озвучиваю сверху. 269, да. Вот разные цвета, разные варианты. Я там зашла посмотреть куртку тоже, думаю, такую. Мне вот гулять, да, как раз гулять. И вот для таких вот, может, там что-нибудь будет. Тоже это в летом. Эту жилетку я меряю. В общем, как-то получилось так, что все жилетки и куртки либо маленькие, либо большие уже. Вот такой середина-половинный размер. Все раскупили, увы. Это сейчас Рудольф меня забрал. Мы поехали в домовой. И посмотрели вот этот светильник. Видите, они кончились. То есть нам с витрины дяденька достает и, в общем-то, упаковывает на фасад дома. Это Руди показывает светильники, которые очень подходят под освещение картин. Он говорит, вот такие мне нравятся. Вот есть другие варианты. И такие, и такие. Вот побольше, поменьше. Мы расглядываем. В домовом на светильнике 40% сейчас акция. Даже если у вас нет смс-ки, вы можете спокойно попросить ее у кого угодно показать. Так, тут Руди лопаточку взял. Тут с мерной вот этой, видите, ложечкой. Вот такие вот штучки. Я забыла, как они называются. Руди заделывает все проводочки, которые наш старый дедушка грызет. Он вообще, конечно, нещадно вандалит. Вот и Руди заделывает все проводки в доме. Так что вот еще целую упаковочку взяли. Дальше ходим, смотрим светильники. Хорошие скидки, хорошие акции. И цены хорошие очень, да. И вот смотрите, очень большой выбор. Мне вот такой понравился, например, для спальни. Красивый такой. Серенький такой. Так, дальше давайте ходить, смотреть. Лопатку мы решили обратно положить. Я говорю, где-то ее взял. Он говорит, где-то вот тут. Мы ищем место, где же он взял эту лопатку. Вот показывает, здесь я взял. Светильник нам отдали. Вот, я надеюсь, в ближайшее время мы его повесим. Вот, он тут уже какие-то прихваточки смотрит. Тут он достал лопаточку для торта. Говорит, смотри, какая. Я говорю, ну давай, наверное, возьмем, если хочешь, для торта удобная. Там, да, 175 рублей. А потом так обсудили, да, зачем она нужна. Потому что дом захламляет. Ну вот зачем это нужно, да, для дома вот этот хлам никому не нужен. То есть я ее посмотрела и обратно положила. Потому что, по сути, можно ножиком обычным, широким, также кусочек торта положить. Ну и, может, лишний раз, чтобы торты не покупать, которые нам нельзя. Так, ходим дальше, разглядываем. Вроде что-то решился по магазину прогуляться. Какие-то кружки, термокружки вот такие вот. Разные какие-то ковшики. Так, что там вроде сцепился. А, в эту, в крышечку. Для банок, да, это компот наливать, чтобы ягоды не вываливались. Так, ножиточка. Такая вот. Удобная довольно-таки в руке. 315 рублей. Но, в принципе, он говорит, да, пока у нас ножи острые, не надо. Они якобы какие-то самозатачивающиеся. Только я таких ножей, в принципе, в природе не видела. Так, вот здесь вот статуэтки. Здесь и ловцы снов. Это вот такую декорацию красивую, кстати, коврики. Фитнес-коврики. Довольно недорогие, но это 4 миллиметра. И, в принципе, на зоне тоже такое же цены имеют. Вот такую декорацию поставили, видимо, продавцы или декораторы в магазине. Мне она очень понравилась. Вот эти татуэточки, вот эти вот прям вот, как не знаю, подносы такие. В общем, вот здесь мы пошли смотреть диффузоры. Да? Ароматические, с палочками. Мы ставим обычно в туалете, в санузле. И вот мы нюхаем. Нам понравились вот эти свежие травы. Цветной травой мне пахнет. Для туалета вот мы взяли. Потом еще понюхали всякое разное. Завернули за угол. А тут еще целая куча. Вот. И мы хотели вообще баночку купить для наполнения. Но их нет. То есть здесь все только новенькое такое. Ну, банки большие, но здесь ценники подешевле. И запахи, естественно, более такие синтетические. Видите? Хотя цены хорошие, да? Еще плюс скидки. Потому что по смс-кам в домовом хорошие распродажи. Хорошие цены. Мне очень нравятся. Любимый моего диффузора с розочкой. Не было. Был другой запах розы. Ну, такой прям ужасный. Какой-то чайной розы был. Там левее. Мне не понравился. Вот. А так тут всякие варианты есть. Здесь искусственные цветы. И некоторые довольно-таки натурально выглядят. Вот я сейчас возьму орхидеи. Вот. Смотрите. Они прямо вот действительно выглядят как натуральные в жизни. Такие приятные еще. Вот. А остальные цветы, да, какие-то выглядят красиво, какие-то ненатурально. Ну, вот. С другой стороны вазы. Вазы привлекли мое внимание. Потому что у нас есть только тонкая вазочка под одну розочку, например. И толстая, да, под такой хороший букет. Вот. Какой-нибудь такое, что-то между, да, по тонким букетике какие-то под несколько цветочков. У нас нет. Я не люблю, кстати, цветное стекло. Не знаю, меня не впечатляет. Люблю белое. Люблю какое-нибудь под дерево, да, из таких вазок. Ну, такого цвета, как бы, цвет соломы, что ли, не знаю, как сказать, и прозрачные. Вот. И я разглядываю вазу. Здесь вот одна пакция, но она низковата. Хотя, может, и такая неплохо. Но мне кажется, у нее основание очень узкое. Она будет болтаться. Здесь картинки-постеры, которые под стеклом. Я не очень люблю под стеклом, потому что, если вы вешаете, они бликуют, да, на солнышке или как-то. И не всегда картинка видна. Вот электрический свет, видите, отражается также в этих картинах. Ну, и плюс пыльно оседает. И когда протираешь на стекле, все это, конечно, видно. Ну, вот. Больше блик, конечно. Ну, тут всякие разные картинки. В принципе, вот выбор, наверное, мне больше нравится в Леруа. Здесь какой-то он более такой простенький выбор. Здесь вот такие баночки, кстати, стилики, да, смотрите, для сыпучих продуктов. Поменьше за 450 и побольше за 550. С деревянной крышкой, просиликоненной такими вот ставками, чтобы герметично закрывалось. Очень понравилось в таких коробочках. Вот все очень красиво. Такой подарочный набор было бы неплохо. Вот эти резиночки-зажимы, вот эти банки, видите. Тут Руди какое-то постельное присмотрел. Это цена не его, 3 600, его цена там 7, по-моему, тысяча или 6. 3 600 это справа, которое было. Тут вот Руди смотрел еще подушки разные. Как обычно все смотрят подушки. Так, а это мы пришли уже в Sunlight, кстати. Там все магазины закрываются, видите, якобы. Ну, это уже третий, пятый, сотый раз. Они закрываются, но, конечно, они не закроются. Это рекламная акция, само собой. Мы ждем выдачу товара. И что-то сегодня прям вот заказали мы мне украшение. Я вам в следующем видео покажу. И ждем выдачу. Ну, в общем, ждем, ждем. Рано или поздно мы получим. Как видите, магазин пустой. Девушка одна стоит, смотрит. Продавцов вообще нету. Как-то так все. Но цены очень хорошие сейчас, хорошие акции. Так что товар все-таки мы сейчас получим. Я вам покажу немножко. Вот, как вы видите, упаковочка. Это бриллианты Якутии. В следующем видео мы с вами посмотрим, что мне Рудочка подарила. Всем доброго утречка. У нас бутеры. У нас сырочки. Любимый вкус Натива. Я очень люблю. Рудик, ты любишь такие сырочки? Я думала, ты другие любишь, но ладно. А у меня, как обычно, чай с молоком. Ну, Руде кофе, Руде блинчики, оладушки. Что-то с яблочком и сметаной. А у меня каша. Каша, пока что какая? С этим, с вишней. С вишневым джемом, да, и вареньем чем-то таким. Погода отличная, вообще сегодня солнышко. Поэтому мы на улице. Всего хорошего дня. У нас личное настроение. У нас в арену. С той стороны яхты, видите, вот там вот такие. Вот, 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 вот. Красиво, очень на набережной. Мы быстро едем. И, к сожалению, не успевает ухватить кадр. Красиво вечером сегодня. Сегодня целый день солнышко. Была отличная погода. Сейчас это солнышко зовется. А Новосельский остров в каком ресторан едет? У нас заказан столик. Как называется? Сейчас вспомню. Огниво. Огниво. Вот, если там, возможно, будет, я вам чуть-чуть поснимаю. Это мы в ресторане Огниво. И вот здесь я вам показываю меню. Жмите, стоп. Ценники на меню. Пока мы ожидаем, конечно. Там очень громко играет музыка. Просто лучше закладывает только так. Неплохое место, но очень скромное меню, на мой взгляд. Хотя половину десертов они даже в меню не выставили. Кстати, все, что у них еще было дополнительно. Так, ну, небольшой выбор, скажем так. Порции такие маленькие. Дерево у них, олива вот эта, она поливается. И потом я попозже вам покажу, как ее поливают сверху. Очень много народу. Кухня не справляется. Не справляются официанты. Все путают. Ну, как бы так. Обслуживание страдает. Сервис страдает. Это на Васильевском острове. Но, в принципе, такой дизайн красивый. И вообще здание хорошее. Вообще все красиво. Мы тут были компанией. Вот я вам показываю. Сначала нам принесли закусочки. Разные. Наверное, на Восхамончик. Там всякие такие мы заказали. В основном все очень перченое такое. Все вот такое. Вот. Бутербродики. Они как-то красиво назывались. Я не помню. В общем, название уже. Вот. Все названия были очень такие интересные, что половину пришлось гуглить, что это такое. Вот. Как обычно в ресторанах, да. Все такое. А артишок, по-моему, там, да. Вот это что-то такое. Так, это мы водичку пьем. Вот тут так поливают. Вот это дерево орошают. Эти оливочку эту. Ну, красивая олива. Но, по-моему, там ягодок нет. Но это мне подарили цветы. В общем, у меня такие два красивых букета. Мы тут в компании были. Оруди тут хочет сфотографировать меня с цветочками. Так, ну, это я снимаю для Инстаграма. Девчонки, все, что хотите видеть в очень быстром режиме онлайн, практически, там, в мою какую-то жизнь, смотрите Инстаграм. Подписывайтесь. Ссылка в описании под видео. Да, это я тут дерево показываю. Просто не удаляю этот ролик, потому что чаще всего, когда куда-то мы идем, я все быстренько записываю в Инстаграм. Это я. Вот. Ну, у меня сегодня видеосборная, как я еще раз говорю. То, что несколько дней, не вошло в кадр каждой жизни. Так что... Ну, вот это мое второе блюдо. Ну, и половину блюд я перестала снимать. Десерт я даже забыла поснимать. Это Руди второе блюдо такое принесли. Видите, так отек. Вот. Ну, и вот так снаружи выглядит ресторан. Всем отличного вечера. Всех целую. Всем пока.